Косно-Черченковский? Да, ну туда, в том направлении. Это если по правой стороне Днепра, вниз туда по течению, правее так вот, вот на Бухов туда, на Кагарлы, вот туда, в этот район. И немцы освободили Киев, а в том районе, то есть наши освободили, а в том еще немцы держали оборону во всю до 44-го года. Поэтому там их не окружили, в этом Корсов-Черченке, котли. И мы попали в этот немцам котел, потом уже это самое. Ну, и там бои были, и где-то у нас уже только... Так это сколько вы там были по времени? Ну, сколько мы были, ноябрь, декабрь, январь, февраль месяц. Ого, полгода, что ли? Ну, вот это вот, это... А как бабушка осталась в Киеве? А бабушка взрыванула, думала, что мы поехали, мы должны были ехать туда, в Сетняки, это по Житовной трассе, потому что тогда там давние знакомые были, которые это самое. Она с туда не была, она подумала, что мы там. И побежала туда, туда, в эти Сетняки. Немцы убегали с Киева, и она там кое-как, говорят. Дорогу страшно бомбили, расстреливали наши самолеты. Немцы убегали с Киева, что бы попало, даже бы за оружие бежали. Вот так вот удирались с Киева, боялись в окружение попасть. Потому что наступали же не оттуда, а наступали пущие водицы через Берковцы, немки, и отрезали эту дорогу на Житомир, и на то направление. Немцы боялись еще в Киеве. Боялись, они же хотели обороняться в Киеве, а тут Киев окружали. И они боялись, что получится, что их окружат как в Среднграде. И деронули туда, и бежали туда, аж из Житомира сдали, дальше. Потом немцы Житомира сбили, в то время наступление было. Аж дороги сдвиж, где-то за 60 километров от Киева остановили, и потом перешли опять наступление наши. И страшные бои тут были опять. Ну, как лупа, что-то стало закрываться. Осенью 43-го года. И это вся дорога, которая отъехать туда, до Жорки. Вся это была... Лютиш, под Лютиш, под Лютиш, на том бои. Нет, Лютиш это другое. А это Житомирская трасса, это было. Первонемцы отступали по этой дороге. А потом наши оттуда отступали от Житомира. И немцы бомбили и расстреляли эту дорогу. И она была вся вся в трупах. Она в обложении. Техника, трупы. Она же не такая была, что рука такая, а такая комната была. Эта дорога булыжником, мощная, по сторонам лес, или поле. Она совсем другая была, эта дорога, не такая, как сейчас. Бери, ты Танюша пекла. Лимон? Да нет, спасибо. И мать туда побежала вместе с отступающими немцами. Ну и остановилась, что там в этом селе нас там нету. Немцы отступили туда же за Житомир. Но наши растянулись, а потом немцы армию Майнштейна кулаки пытались опять Киев отбить и начали наступление. и как раз на этом рубеже вот Дерекас-Движ, вот она как раз там проходит. Прошла оборона этого, остановили немцев, наступающих на Киев. Ну, у нас там не оказалось, конечно, и мать потом уже к Киев вернулась, а тут уже у нас постояльцы, армейцы. Ну, в домашнюю часть зашли вот это, целовики уже. Эти, как его? Да, девицы. Какая-то. Как его? Военнослужащие. Ну, уже Красная Армия, да? Да, Красная. Там был чемодан с игрушками елочными. Это где дом? На Шулялке там? На Шулялке. Они там уже этим игрушками хату эту украсили. Там, как говорили. Ну, и мы пропали. Никаких инвестий о нас не было. Потому что мы под немцами, а здесь наши. Мобильного зельфона не было. Какие там, Господи? Для меня и сейчас мобильный, это космос какой-то. Ни слуха, ни духа нас не было. Ну, освободили уже в конце января, что-то месяца. Линия фронта даже через село проходила. Там такая долина была. И протекала речушка где-то вот такой вот ширины. Еще. Ну, с той стороны немцы были, а с этой, где она, где мы были, наши, и батареи гатили. И линия фронта проходила по этой долине. Ну, мы в погреб. Но перед этим там какие-то партизаны были по ходам бегали. Немцы нашли и спалили с той стороны. Загнали жителей в эти хаки, подпалили. А до нас не добрались. Потому что дед Иван ну, видели, что там. Там был такой мостик. Среди эту речушку. И они увидели, что там такой гвалт. Они побежали, и они этот мостик срубили. И сбросили его. А нефти брыжи, а водошли Дина, это зима. А Райхая не замерзшая была. Речушка. И они не полезли в воду, переправы нет. То есть, где-то четко разделил линию фронта. Там еще были какие-то премии. Настанет, все. Просто эти каратели не полезли в воду, а то бы и нас бы к черту сошли на Али-Бабхаты. Потому что у нас там партизан вехал. Харитин это хозяйка это хаты, в которых мы жили. Их сошли по к чертой матери тоже самое. Так оно на другой же стороне линии фронта это же хата? Нет, это еще фронта не было. Это только наши подходили туда. Это раньше было. Ну, заберем. А потом скоро уже они сошли и уехали. Это не фронтовики были. Нет, сейчас я карательные. Ну, каратели, да, которые оставались потом на оккупированных территориях. Фронт на векам то что сжигать-то? Не до этого. А потом вдруг ночью кто-то стучится в хату, кто открывает там наши красноармейцы, разведчики. Село. Обрадовались. Наши. Быстро связали и сдали немцам. Ну, ладно, связали в погреб. Ну, и что было-то? И самогонки, и это. Все на стол. Ну, потом уже пришли солдаты и туда тыкнулись, а там переправиться нельзя. Ну, долина простреливая, зимой голая. Ну, давай, это, долбать эти охоты. нас это погреб. Такие, ну, легкие. Ну, хоть не это самое. Не разрушили дом? Не, уцелел. Ну, потом, когда в Киев возвращались, это уже март месяц был, так ехали через села. У меня ни одного целого села не было. Еще, чтобы мы все любили. На хрена не нужны нам. Сожженные села, такое, печные трубы. Ступо ставили горе. Кто их звал? Никто не звал, сами пришли. И поля, это, вот едешь, вот так вот, дорога где-то, ну, вот такой ширины, как ковер, может быть. Дорога. А по сторонам этих дорог мины, противотанки вот такие вот, они большие, так, где-то проедешь, так, метров 40-50, или 100, я точно не помню, и они так, стопку, вена на мине. То есть уже разминировали. То есть саперы уже, да, разобрали? Да, разобрали, разминировали дорогу. И поля, едешь и смотришь, на полях трупы лежат. И вороны вот эти вот. Это в 44-м году? И трупы в основном наши, в 44-м году. Не, ну, немцы свои, наверное, забирали. Забирали, наши наступали, и трупы. И оно еще с них, это самое, на этом сливу видно же. И трупы. Сейчас вот эти поля, трупы не убранные были. Может быть, там минные поля, может быть, боялись идти. трупы людей. А сюда приехали под Киев. И вот я, Киев-Волынский. Вот здесь из Борщоговки едешь, ну, я знаю, какие Волынский. Киев-Волынский. И вот там вот железная дорога, линия, переезжаешь, под такой туннель-мостик. Под железной дорогой. Не знаю, это мостик, ну, ладно, не суть. Да не, путепровод, железная дорога идет на дорогу. Но он не знает. Ну, на Южную Борщоговку. Там мост, да, не туннель, а мост. Сверху идет, ну, перпендикулярно Киев-Волынскому. Да, мост, это путепровод, это железнодорожный, который поезда, и вот нас в этом районе налетели немецкие бомбардировщики бомбить этот Киев-Волынский. А там же пути же. Ну да, узловая станция там, Станция. И вот налетели бомбардировщики и начали бомбить. И вот старике эту лошадь уложить, это самое, под этот мост мы забились, а вокруг это бомб. Лязгают. Удовольствие. И дед меня накрыл своим делом. Под ним, чтобы это... А Иван этого, Олега, Олега не знаю, но я лежал под дедом, чтобы он меня накрыл. И мы там бомбежка, одна волна за другой. Зенитки гатят, эти осколки уже разрываются, осколки падают, тарахтят, шлепают. Ну, ты же это помнишь. Ты тоже помнишь. Ну, я это сам, как и Волод, тоже попала под бомбежку. Ну, ты маленькая. Я совсем не ошибаюсь. Так, 43-й год, начиная где-то с мая месяца, или где-то, постоянно Киев бомбили наши. А в 44-м году, бомбили, когда приехал Киев, с этого бомбили немцы. Они же были, как раздолбали Дарницу, железнодорожную. Там столько людей наших погибло перед переправой. Потом коменданты этого станции, эту Дарницкую, расстреляли за Нидбайеву, вот этих вот начальников, что допустили такие колоссальные потери. Там собрались наши столоны, эшелоны с войсками, с техникой. Немцы как налетели, массированным, амбазировок удали. И столько людей там погибло, тысячи. Там все горело, эти боеприпасы взрывались. Ой, господи, господи. И вот так, мы же жили тогда возле, недалеко от железной дороги, ну, где-то метров 300 железной дороги на Шуляхе мы жили. А в станции там же запасный путь, когда на Киев ездишь, электричка вот с правой стороны, он уже в районе этой, между Каравайем и дачами, станция, и сюда, ближе к Киеву. Мы жили вот там, где, ну, короче, там вот и поезда, стойка, все это. И потом еще там было, где вот сейчас, Бермудский треугольник, где ЗАГС, вот большой, там такая была забором внесена, там была нефтебаза огромная, огромные такие цистерны стояли, с горючим. И вот все метили туда, немцы и наши, когда бомбили, по этой станции, вот столько поездов же, вот эти вот дети собирали, все поезда. Вот, лупили по этой базе, по нефтехранилищу, где это, а с тыльной стороны, за нами, туда вверх, вот по Ванде Василевской, как-то сейчас, она там была тупиковая, там были воинские части, казармы там, всегда были. До войны, во время войны там были, стояли, и вот там всегда, там располагались воинские части, которые с фронта, выходили на фронт, как перед собой, и завод Петровского, тоже там, где ремонтировали завод. И вот, лупили по этим, все время заводы. Мы были в этом, кусочки, небольшом, между этим, зоопарки стояли, там с тыльной стороны зоопарка, там такие холмы были, сейчас, там подзароши, и вот немцы поставили там зенитки, это где-то метр в 200 от нас. И вот как начинался налет, то это зенитки 88-миллиметровые, потом эти, ралликоны, гатили в небо, там где был политехнический институт, там же институт не работал, а был немецкий госпиталь. Ну там один корпус тогда был, центральный только. Ну что, центральный, был центральный корпус, и все эти корпуса, которые с правой стороны, и слева центральные, вот напротив хода, напротив зоопарка, там центральный корпус, слева и в стороны. Ну там не то, что сейчас, сейчас там. Да. Куча корпусов. А с тыльной стороны, этих корпусов, был завод Лепсы. Немцы там ремонтировали, это были мастерские, политические институты, а потом там был завод Лепсы. Там ремонтировали немецкие танки. И вот лупили по этому заводу Лепсы, лупили по политическим институтам, там госпиталь был, в левом крыле. И вот если бы ты был в этом институте, от центрального хода, вот левый корпус. Ну я работала на Лепсе. Ну ты уже работала на Гарматной. На Гарматной. А это был там... Не на Гарматной, на Бульваре Лепсы. Ну Бульваре Лепсы. А это до этого Лепсы был там, где с цельной стороны политический институт. Сейчас там новые корпуса, там хватит. Ясно. Хватит. И бомбили. И попадало, конечно, мирным жителям. И после одной такой бомбежки, когда была массовая гибель наших людей мирных, то немцы, вот детство, смотрите, какие изверги. Это самое, что побивали, устроили торжественные похороны. Немцы. Немцы устроили мирных жителей, которые погибли, бомбежки. И похоронили их на Лукьяновском кладбище. И я сейчас был... Вроде стык отстал, да? Нет, ну не немцы же поубивали, а советские войска. Да, ну самолеты бомбили там. Бомбышки падали. Рядом же были эта самая. Эта улица... Как она? Полевая, тогда называемая. Крючком была. от станции метро. Я уже ничего не помню. Все. Метро, вот это вот. Политехнический институт. И там вот улица идет. Ну полевая она называется, которая вот так вот... Ну вот это переулок политехнический, от него идет улица. Да, ну она раньше так обгибала эта улица, политехнические институты, этот ЛЭПСы. И вот там даже в этом доме он принадлежал нашей соседке-хозяйке его. Там был двухэтажный дом, и бомба попала в этот дом и побивала людей. Так что... Лично видел развалины этого дома. Он после войны еще там... А немцы что-то строили во время войны? Да ни черта не строили. А что они могли строить? Не, ну все равно. Кстати, вот напротив политехнической станции и политехнический институт дом специалистов там такой вот. Старый, это военный дом. Специально для специалистов был построен. Ну инженеры там прочее. Иностранных специалистов привозили. И им надо было где-то жить. И был построен этот пятиэтажный большой дом буквой П. Он одной стороной привыкает к зоопарку. Там улица между зоопарком и этим домом. Вот если будешь ехать по проспекту Победы. С правой стороны перед самым зоопарком когда-то строили здание там такое-то. Там новое здание. А после них, вот это между этим зданием и там девятьэтажка стоит. Это дом специалистов. И в этом доме жили только дни немцы во время войны. И вот в 43-м году летом во время налета они попрятались подвал бомбохранилища. И наш самолет бомбили это. Указания знали где. Подпольщики давали. Положил три бомбы. Одна бомба там такой яр. Когда-то он был длинный. Этот яр. И он в зоопарке кончался перед домом. Одна бомба в яр. Вторая перед домом в яр. А третий дом был. Попадает в окно второго этажа. Ну бомба же не так. Правда. Она наискосок. Попадает в окно второго этажа. Пробивает перекрытие. Конечно. И взрывается бомбоубежище. В подвале, да? Там где немцы были. Попали. И там все, конечно, поебают. Не, ну это явно, наверное, по этой самой, по наводке. Причем тяжелые бомбы, которые там же не просто там маленькие, а именно такие пугасые. Ну, где-то, наверное, килограмм пятьдесят. Или с помощью. Ну, потому что воронка была где-то глубиной как эта комната и такого диаметра было где-то. Вот такая-то воронка. Она еще потом долго, эта воронка. Другие не знали. Я знал, что это воронка от бомбы там. Еще была эта воронка в зоопарке. Ну, может, пятьдесят. Ну, короче, говорят, дом уцелел. А дом еще не разрушил? Не разрушился? Не разрушился дом. Но его крепенько строили. А, я думал, разрушился. А там сейчас вот это было разрушено, там кусок этот. Вырвано был этот кусок. Ну, вернее, как-то осталось. А взрыв пошел, вот и кусок второго этажа, первого этажа. И мы там прибежали еще, потом смотрели уже днем эти бомбежки, пацаны. Другие гоняли, а пацанов как-то не так обращали. И немецкие такие длинные автобусы, такой, не с таким коротким брызгом, а с таким, знаешь, где моторный отсек. И вот на носилках мы носили оттуда. Загружали в этот автобус эти трупы. Ну, как мы видели, накрытие были. Ну, видно, что. Затаскивали и хоронили. Хоронили, и немцы устроили от Пушкинский парк, если ты знаешь Пушкинский. Ну, напротив КПИ, ну, возле этого самого. И вот Пушкинский парк, вот центральная аллея, вот эта центральная аллея, там сейчас павильон такой сделали. А раньше там такая была площадь, вроде там до войны там танцплощадка или что-то там было в этом парке. И вот они устроили там на большой площади кладбище. Хоронили немцев. На патрушку. Ну, а потом, когда отступали, кого-то вырвели, кто-то остался. Потом пришли наши, разровняли это дело. И в 45-м году там сделали такой кольцевой павильон, как Бублик, здоровенный такой павильон. А в парке устроили трофейную выставку. И вот над этим... Сейчас там стоят памятники, это самое, дворец культуры большевика. Ну, дворец культуры большевик, так это рядом, возле входа. А это туда, в глубину туда, по этой центральной аллее. А, там есть тоже какой-то сейчас там или выставочный сцент. Да, выставы, там это самое. Да, там конференции у нас были. Ходил там, это машины ретро были, выставили. Я понял. Ну, я думаю, что это возле проспекта, они там далеко-далеко. Нет, они далеко туда, туда, в конец парка. И вот там, в этом парке было ихнее кладбище немецкое. А потом на этих трупах, я не знаю, все они вывезли, не все они там. Ну, что-то вроде бы возили. Я точно не знаю. Ну, разровняли базар, сделали и все. Так что, весело было. Ну, вот, когда меня оттуда уже деды привезли, вот это, рыбом девушки, пережили там, ночью приехали, и вот, мать меня, первый раз, я помню, меня, что-то.